Дорогие наши студенты, теперь уже с полным правом студенты, поскольку приказ в зачислении подписан, я всех поздравляю с тем, что у вас закончился такой сложный период, и вы добились того, что хотели, и стали студентами одного из самых динамично развивающихся вузов. Я считаю, что вы сделали абсолютно правильный выбор, потому что, ну, во-первых, об университете, это крадообразующий университет, мы за все время подготовили около 70 тысяч выпускников, но надо сказать, что даже сейчас более 99% трудоустраивается. 99,89, то есть почти 100% трудоустраивается наших выпускников. Многие из них достигают очень больших высот, это и руководители, и хозяева крупных предприятий, организаций, крупные банкиры, и даже руководители городов, областей и страны в целом, вплоть до один из наших выпускников занимал должность заместить, первый заместитель председателя правительства Советского Союза еще в то время, и сейчас заместитель министра высшего образования, тоже наш выпускник, Александр Алексеевич Климов. Поэтому перспективы все возможные у вас есть с точки зрения получения высоко качественного образования. А если уже говорить о нашем городе, то я бы что хотел отметить, был такой период, на моей памяти, это где-то до конца 90-х годов, когда тольятинцы по-настоящему гордились тем, что они тольятинцы. И молодежь, когда задавали вопрос, где вы хотите жить и работать, говорила, мы хотим жить и работать в Тольятти. Была гордость и было ощущение, что Тольятти это столичный город, пусть даже автомобильный, но столица. И потом ситуация сильно просела, она просела, особенно где-то 4 года назад, кризис финансо-экономический, моно-город и так далее. Сейчас ситуация резко выправляется. Возможности для карьеры, такие как в Тольятти, я думаю, в Москве даже не найдешь, потому что на самом деле здесь реализуются федеральные проекты создания особой экономической зоны, IT-парк или технопарк в сфере высоких технологий Жигулевская долина. Проект, опять же, федеральный международный альянс Рено-Ниссан-АвтоВАЗ. Это возможность появления здесь, или, вернее, появления здесь транснациональных компаний, которые вас ждут. Благодаря тому, что здесь возникают такие транснациональные компании, у вас появляется возможность делать карьеру, начиная в Тольятти, а дальше для вас стираются все границы, потому что вы можете работать в одном отделе одного предприятия здесь, в Тольятти, а потом того же предприятия, например, во Франции, в Англии, в Германии, в Штатах, в Японии. Нет границ между странами, когда речь идет о транснациональной компании. То есть город начинает развиваться очень динамично, и он становится для молодежи даже не окном в Европу, как говорил Диодор Первый, «Окно в мир». Ну и сейчас много проектов связано с созданием такой реальной агломерации Самары и Тольятти. Если раньше было некоторое противопоставление Самары и Тольятти, то сейчас это тоже уходит в прошлое. Я вспоминаю, приходится часто едить в Тольятти, в Самару, извините, и где-то под прошлые выборы в Губернскую думу попался на глаза плакат, как потом выяснилось, фальсификация со стороны черных пиарщиков, на котором был изображен один из наших тольяттинских кандидатов в депутаты, и он якобы говорил такую фразу, «Тольяттинские девушки красивее самарские». Если уж говорить откровенно, то в Тольяттиском госуниверситете самые красивые девушки в Тольятти, и некоторые из них попадают на конкурс «Мисс Россия». Сейчас формируется Самаро-Тольяттинская агломерация. Тоже слова раньше были непонятные, сейчас речь идет и о создании скоростных трасс, и о строительстве нового моста через Лобу здесь, в районе Тольятти. Как никогда самарский бюджет по указанию губернатора сейчас наполняет бюджет Тольятти. Бюджет Тольятти сейчас 12 миллиардов, из них почти половина – это деньги из Самарской области, причем это деньги на развитие социальной инфраструктуры, детские сады и спортивные объекты. Около миллиарда только пошло на дороги. Наверное, все замечают, что столько, сколько сейчас, дороги никогда не ремонтировались. Поэтому город ждет вас, он ждет, когда вы станете профессионалами, начнете тоже развивать этот город. И вы же сейчас можете влиять на развитие города. Я думаю, что почти все здесь присутствующие достигли такого совершеннолетия, которое позволяет участвовать в выборах, в том числе голосовать за городскую власть. Поэтому вы можете принять участие в выборах 8 сентября. И этим надо воспользоваться, потому что власть, которую вы изберете, она будет ваша. Вообще, годы жизни в университете нельзя, чтобы они прошли мимо. Это не только годы учебы, это годы взросления, годы становления, это большая внеучебная деятельность, и в том числе, это возможность и самому участвовать в самоуправлении университетом, в студенческом самоуправлении, быть избранными в студенческий парламент. Обычно студент, когда поступает в университет, после напряженной школьной дисциплины, попадая в такие академические свободы, расслабляется. Многие не доживают до первой сессии. Хотя я сказал, что вы все студенты, формально вы все студенты, на самом деле студентом, студент становится после того, как сдают первую сессию. Вот чтобы вы не расслаблялись, чтобы вы сразу поняли, что в университете нужно учиться с первого дня, мы для вас сделали такую мини-сессию в октябре месяце, после блока функциональной грамотности. Не расслабляйтесь, сразу же начинайте учиться. Я вам всем желаю больших успехов и еще раз поздравляю вас с поступлением в наш университет.